В 13-й раз в городе прошел конкурс «Учитель года» и «Воспитатель года». Все подробности в нашем следующем репортаже. 16 участников, 8 учителей, столько же воспитателей. Все истинные мастера своего дела. Все искренне любят свою работу. Я преподаватель русского языка и литературы. До безумия обожаю, конечно же, свой предмет, выбор. Это потому что замечательный вот у самого педагога русского языка и литературы. Поэтому я решила пойти, скажем так, по ее стопам. Позади бессонные ночи и серьезная подготовка. Конкурс проходил в четыре этапа. Сначала педагоги поменялись местами работы. Должны были провести открытые уроки в чужих школах и садах. С этим заданием все справились на твердую пятерку. Современный учитель, он в первую очередь должен быть современным, модным, стильным и молодежным. Но самое главное, он должен быть знающим и любящим свой предмет. В первую очередь должен быть добрым, отзывчивым. Должен любить своих детей. Соответственно, любить свою работу. Должен быть творческий. Должен быть коммуникабельным и личностью сильной, уверенной, которая может действительно повести за собой. Он должен быть очень компетентным по широкому кругу вопросов, потому что дети подойдут и спросят и что, и как, и где. Современная педагогика развивается в ногу со временем. Появляются новые методики. Порой весьма оригинальные, творческие, если не сказать, что шокирующие в хорошем смысле этого слова. Это показал второй этап конкурса «Мастер-класс». Учитель истории. Замечательный. Мне очень интересно было его мастер-класс послушать. Соответственно, я знаю, что теперь я что-то там сделаю для себя. Мне очень понравился Сергей Николаевич со своим методом, да, девяти карточек. Учитель истории интересно поступал. Мне понравилось, что дети были неактивными, но он их все-таки завлек и влек в центр этот метод. Учитель истории школы номер 9 Сергей Агарков, к слову, единственный из мужчин, участвовавший в конкурсе, покорил коллег креативным подходом к подаче исторического материала. Методика называется «Кроссенс». Это такая методика, при которой для обучения используется ряд картинок. Их девять штучек. Каждая имеет символическое значение. Вот дети его раскрывают. Очень похоже на игру, которая называется «В чем логика?». Ее можно в телевизоре увидеть. Но мы не должны отставать, если уже в телевизоре нам развлекают этим передачами. Такие методы методов-педагогики должны использовать. А так методика 2004 года – одна из новых. Конкурс – это не столько интеллектуальный поединок, скорее обмен опытом, бесценным. Причем как школьным учителям, так и воспитателям есть чему поучиться друг у друга. Интересный мастер-класс у воспитателей. Снова побывал в детстве, в мире, в радости. И понимаешь, насколько им сложно. Нам все-таки проще. Есть чему поучиться у них, наверное, терпению, толерантности. Мы же привыкли работать с детишками чуть повзрослее, а они работают с малышней, научить их – это вообще труд из трудов, наверное. Увлечь детей наукой, сделать учебный процесс интересным и занимательным. К этому стремятся все педагоги, разрабатывают научно-познавательные программы. В третьем этапе конкурса участники представляли свои проекты. Я в очередной раз, услышав интервью у детского правозащитника Павла Астахова, решила доказать, что учителя УБЖ все-таки преподают свой предмет. Хотя, кроме этого, я преподаю химию и биологию. Здесь я выступала снова как учитель УБЖ. Потому что чрезвычайных ситуаций, к сожалению, большому много. И грядут все же новогодние праздники, хочется весны. И это еще раз напоминание даже детям о том, что впереди нужно быть внимательным. Метеоплощадка в детском саду, пальчиковая гимнастика, здоровье, сберегающие технологии. А учитель русского языка и литературы лицея Юлия Посальская вообще предложила всем поехать в наш Крым. Вот немногие знают, как богат в литературном плане Крым. Так почему бы нашим деткам это все не показать? Конечно, пассивная экскурсия не подходит. А игра почему бы нет? Вот они сейчас сидят за компьютерами, играют в эти квесты. Почему бы квесты на жизнь-то не принести? И вот я составила такой литературный проект, который предполагает игру. То есть они ездят по разным городам с помощью подсказок моих. Финал. Визитная карточка. Словно конкурс красоты. Я принесла два платья с собой. И на выходе решили, раз нет снега, значит, наверное, наступила учительская весна. И я решила, а так как мой номер сегодня первый, я решила открыть весну. Кстати, имидж учителя – один из критериев выбора победителя. Но не самый главный, конечно же. В состав жюри входили сотрудники тех школ и детских садиков, которые не участвовали в конкурсе. Критерий у нас не один, их несколько. Но самое главное – это, конечно, урок. Это профессионализм учителя, это его мастерство. Это анализ урока. То есть эти этапы, они уже прошли. Это мастер-класс, это педагогический проект. Лучшим воспитателем стала Наталья Войцехович из детского сада «Золотая рыбка». Она начинала педагогическую карьеру с работы в школе. Потом, вслед за своими детьми, перешла в детский сад. Теперь о смене работы даже не задумывается. Планы на будущее связаны исключительно с дошколядами. Планирую развиваться в новых тенденциях, в веяниях. Внедрять какие-то новые формы работы, потому что я считаю, что дети наши сейчас немножко другие, у них немножко другие интересы. Поэтому они развиваются, они тоже должны развиваться и немножко свою работу как-то в более современном таком плане продвигать. А лучшим учителем был признан Сергей Агарков – молодой и талантливый педагог со своим особым подходом к учебному процессу. Обязательно, ребят, надо включать деятельность, они только в учебном. Проблемный диалог. Мы изучаем историю не просто, что был, а почему, зачем, как, даже как могла сложиться история по-другому. Сдаем вопросы, проблемные изучаем. Учитель должен быть яркий, яркий, он должен быть заметный, он должен быть ответственный, и он должен быть интеллигентный. Это никуда не делось. Я иногда могу допустить иронию в своей работе, но всегда в рамке интеллигентного образа можно соблюдать, чтобы у детей был пример. Каждый из участников был достоин звания лучшего. Победителей определили сотые доли баллов.